День Победы День Победы День Победы Мир, труд, май Тех с праздником весны мира и труда Несмотря на непогоду, кунгуряки вышли на первомайскую демонстрацию Отчет главы региона Очень много говорится о прозрачности тех процессов, о формировании бюджетных расходов Поэтому такая работа сегодня проводится Спустя год в должности губернатора Пермского края Виктор Басаргин собрал пресс-конференцию Иконопись в Кунгуре Это очень интересная техника живописи И это все-таки связано с нашей церковью Чем сегодня живет единственная в России школа-студия иконописи добротолюбия? Далее обо всем с подробностями В Кунгуре продолжается капитальный ремонт дорог За минувшие праздничные дни подрядчик подготовил к укладке асфальта три главных участка На улицах Голованова, Гоголя и Ленина Фрезером снят верхний слой асфальта, благодаря чему ездить по проблемным местам уже сейчас стало легче Дорога будет широкая, хорошая Лепота После фрезеровки рабочие приступили к обустройству канав и установке бордюров вдоль пряжей части Подрядчик, выполняющий работы компания ДСК Магистраль Сумма ремонта более 10 миллионов рублей По договору дорожники должны закончить работы к началу июля Мир, труд, май Несмотря на дождливую погоду, 1 мая кунгуряки все-таки вышли на традиционную демонстрацию Праздник весны и труда отмечали выступлениями лидеров профсоюзов Концертом и поздравлениями от администрации города Своё движение демонстранты начали от театра молодежи Оттуда организованы колонны, они отправились на соборную площадь, где состоялось торжественное построение В этот праздничный день я хочу всем пожелать, конечно, здоровья, семейного благополучия, счастья, оптимизма И я думаю, что когда мы все вместе, у нас всегда будет все хорошо и мы будем двигаться вперед Еще раз всех с праздником весны, мира и труда Как раньше в советское время выступающие призывали по улучшению жизни работников бюджетной сферы Тем не менее, как отмечает поколение этих лет, с каждым годом политическая подоплека праздника уходит в прошлое В основном собравшиеся миролюбиво поздравляют друг друга с праздником весны и труда Дорогие кунгаряки, для меня это праздник мира и труда Он для меня значит, ну, наверное, торжество Торжество человечества на земле И человек славен трудом, поэтому и отдых, и труд – это здорово В Пермском крае зарегистрированы новые инфекционные заболевания По статистике Краевого Роспотребнадзора на сегодняшний день у 13 человек обнаружены укусы клещей с новыми заболеваниями, которые вызывают у людей развитие хронических болезней В Кунгуре 3 мая с укусом клеща обратилось 7 человек В нашей лаборатории выявить новые инфекционные заболевания не могут Поэтому тем кунгурекам, которых укусил клещ и которые желают проверить его на наличие новых заболеваний Врачи советуют обращаться в Пермскую вирусологическую лабораторию по адресу улица Лебедева, 26 Телефон для справок 260-28-69 Перезагрузка состоялась Виктор Басаргин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги первого года работы в должности губернатора при Каме Подробности встречи журналистов и главы региона в нашем следующем материале Задать лично вопрос к губернатору приехали журналисты даже из отдаленных районов при Каме С момента вступления Виктора Басаргина в должность прошел год А значит есть о чем спросить главу региона, а ему в свою очередь дать отчет о проделанной работе Очень много говорится о прозрачности тех процессов, о формировании бюджетных расходов Поэтому такая работа сегодня проводится, чтобы каждый мог видеть не только по тем перечням, которые мы готовим, но реально по каждому району, по каждому объекту, где, когда, в какие сроки В свой первый год работы Виктор Басаргин посетил каждый район Пермского края Одним из последних визитов был Кунгур Губернатор лично проверил два строящихся объекта Новый мост через реку Ирень и перинатальный центр Ходом выполненных работ глава региона тогда в целом остался доволен А вот результат инспекции в крае оказался менее радужным За год удалось выявить порядка 250 объектов незавершенного строительства, на которые было потрачено почти 2 миллиарда рублей Сейчас по каждому объекту разбираемся Скажу, что иногда не хватает просто сил на то, чтобы каждый этот объект проконтролировать Если появляется такая возможность, появляется возможность общественного контроля Пожалуйста, направляйте в наш адрес, будем контролировать Не осталась стороне и тема ремонта многострадальной трассы Перми-Катеринбург Одни из самых убитых ее участков находятся как раз между Кунгурами и Краевой столицей Местами дорога напоминает Решито, Ведеем и Выбейн, нежели трассу федерального значения По словам губернатора, ему удалось пролоббировать ускорение реконструкции трассы Продолжаем новое строительство с переносом средств 2016-го с 2015-го на 2013-й и 2014-й То есть продолжаем двигаться в сторону Екатеринбурга после Лобанова И два участка, на которые мы уговорили федеральное управление провести там такой серьезный текущий ремонт Это два участка въезд со стороны Екатеринбурга и один из участков в районе Кунгура Не так давно депутаты законодательного собрания Пермского края предъявили губернатору претензии о принятом бюджете региона Ведь впервые дефицит составил 14% Нам все время говорили, вот будьте прозрачны Мы сделали абсолютно прозрачную картину Мы сказали все, на что мы можем в этом году, текущем и в последующем направить финансовый ресурс Чтобы не получалось так, если у нас с точки зрения наших прогнозов мы в чем-то ошиблись И поступает дополнительный ресурс, что мы там начинаем выбрасывать и его где-то там в кабинетах делить Ничего подобного Вот все сказано, где и куда мы направим любую копеечку, которая у нас вдруг появится дополнительно Не появится и финансировать не будем Еще один немаловажный вопрос, который интересовал журналистов в сфере здравоохранения А точнее заработная плата врачей и младшего медперсонала В среднем по краю показатели таковы Зарплата у медиков 24 тысячи рублей Тем не менее, в некоторых территориях цифра меньше 20 Зарплата младшего медперсонала по краю в среднем 14 тысяч рублей Но в некоторых лечебных учреждениях люди получают лишь 6 Мы работаем сейчас и с главами муниципальных образований Работаем сейчас и с нашими главными врачами Принцип такой Приглашаем на ковер сюда Заставляем, чтобы все рассказал, где какие средства были направлены Почему такая зарплата Почему такая разница между главным врачом Специалистами врачами И средним медицинским персоналом Этой пресс-конференции глава региона, по сути, дал старт новому циклу работы Он отметил, что начавшиеся процессы теперь необходимо привести в систему Продолжит Виктор Басаргин и рабочие поездки в районы Пермского окрая Но на новом этапе губернатор сделает акцент на встрече с людьми Проживающими в каждой конкретной территории Это самый эффективный способ держать руку на пульсе И контролировать ситуацию в целом регионе, уверен губернатор Марат Борисов, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания Кунгу Далее блок рекламы, а после вы увидите Мы вдруг увидели лежачий знак Невидимка на дороге Где находится опасное для водителей место Рубрика «Мелочи жизни» Пасхальная неделя У православных верующих сегодня началась светлая седмица Иконопись в Кунгуре Это очень интересная техника вирусности И это все-таки связано с нашей церковью Чем сегодня живет единственная в России школа-студия иконописи добротолюбия Дорогие ветераны войны и труда Разрешите в этот праздничный день для всего российского народа Поздравить вас с Днем Победы над фашистской Германией Поклон сердечный всем, кто даровал Жизнь без войны и нам, и нашим детям И годы свои лучшие отдал Чтоб в мире жили мы на этом свете Коллектив охранного предприятия «Сфера МИК Кунгур» Дорогие ветераны, спасибо за нашу мирную жизнь За наших детей, за внуков, за их счастье Спасибо вам и низкий поклон Вечная вам память С уважением депутат Кунгурской городской думы Татьяна Высоцкая Всех ветеранов Великой Отечественной войны Тружеников тыла и жителей города Кунгура и Кунгурского района Коллектив Кунгурской ледяной пещеры поздравляет с Днем Победы Мы этот день запомнили навеки Праздник майский, день большой победы За небо мирное над головой спасибо За то, что мы живем свободно и счастливо Приглашаем вас 9 мая в 15 часов на фронтовой обед в кафе у Тимофеича Для вас фронтовые 100 грамм и солдатская каша Стильные яркие подарки к любому празднику Изделия из соломы, цветочные композиции, картины, часы, сувениры Устройте праздник, подарки найдутся Выбирайте, дарите, любите Теперь в магазине Букварь Мат, извините Попрошу без мата Тогда шахт По просьбам трудящихся В корпорации «Центр» умная рассрочка всем Длительный срок Выгодная скидка целых 12% До 14 мая До чего умная техника пошла В магазине мировой инструмент еще ниже цены Еще больше ассортимент Садовая техника и электроинструмент ведущих брендов мира Шпиль, Хитачи, Бош, Макита, Фиолент Так дрель ударная с перфоратором, реверсом и регулятором оборотов Всего за 880 рублей Мировой инструмент Последнее событие спорта «Кунгура» в рубрике «На старт» Каждый вторник в программе «Город новостей» Это «Город новостей» Продолжим выпуск Дорожный знак есть, но водители его не видят Как такое может быть? Ответ знает Вячеслав Горецкий Рубрика «Мелочи жизни» Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» Компания «Домстрой» Профессионал на рынке металлопластиковых окон Находимся мы с вами сейчас возле дома по улице Лина, 27 И хотим показать вам вот эту яму На которую жалуются абсолютно все водители Потому что эта яма постоянно выбивает подвеску Есть невозможно колдобины Это уже длится, я не знаю, сколько лет Очень долго Мелочь, которую нужно отремонтировать Ведь количество проезжающего здесь транспорта велико С долгожданным наступлением тепла Жители домов частного сектора Облагораживают свою территорию Украшают ее, кто во что гораст Очень красиво, очень оригинально Не в каждом доме увидишь такой подход Действительно, все это выглядит очень оригинально Но как бы то ни было, мелочь эта по-весеннему жизнерадостная На проезжей части иногда мы видим лежачих полицейских А здесь, у Сбербанка, в центре города Мы вдруг увидели лежачий знак Снять, наверное, вообще убрать его Убрать знак, это, конечно же, не выход Желательно бы эту мелочь восстановить Рубрика выходит при поддержке компании Фабрика окон Нагорный Акция «Немецкий профиль» по цене российского Телефон 2-36-36 Рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке компании Современный стиль Автоматические ворота, стальные двери, металлопластиковые окна, балконы, лоджии Светлая Пасха Великий праздник отметили в воскресенье православные верующие Тысячи кунгуряков приняли участие в богослужениях во имя воскрешения Иисуса Христа Торжественные службы прошли во всех церквях города Те, кто вместе со свершеннослужителями дошли до конца праздничного богослужения Смогли прямо в пасхальную ночь осветить принесенные дары Традиционные крашеные яйца и куличи Несмотря на то, что сам праздник Христового воскресенья состоялся накануне Его празднование продлится всю пасхальную неделю Или, как еще ее принято называть, Светлую Седмицу Седьмого числа, то есть завтра В кинотеатре «Мечта» С пяти часов будет праздник Пасха в Кунгуре Традиционный праздник А уже в 18.00 само праздничное действие Приедет мужской кор из города Перми Который достойно представит пасхальное постепение Всю предстоящую светлую неделю любой желающий может подняться на колокольние кунгурских храмов И позвонить в честь Христового воскресенья Считается, что колокола – это голос церкви А колокольным звоном люди возвещают всем окружающим о Пасхе Позвонить в колокола в Тихвинском храме можно с 12 до 16 часов Либо с 17, 30 до 19 часов вечера Репетиция парада В городе идут последние приготовления к празднованию Дня Победы Сегодня на Соборной площади репетировали главное событие праздника – Парад Победы Участие в нем примут практически все организации кунгура Сегодня на репетиции присутствуют лишь руководители колонн Впервые в этом году в рамках всероссийской акции в городе будет организован бессмертный полок Ее участники с фотографиями фронтовиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, пойдут отдельной колонной Мы с одной стороны увековечиваем память наших фронтовиков, наших дедов, бабушек и прабабушек Которые подарили нам мир, мы благодарны за это И они в этом году, то есть 9 мая будут вместе с нами И мы вместе с ними в параде участвуем Парад Победы в Кунгуре состоится 9 мая в 11 часов на Соборной площади По словам организаторов, здесь же вечером праздничные мероприятия и завершатся Финальным зрелищем праздника 9 мая должен стать салют Победы В преддверии майских праздников во Дворце культуры мечта Прошел традиционный городской фестиваль детского творчества «Солнечный круг» В фестивале участвовали воспитанники театральных кружков и студий детских садов и школ Всего более 500 детей возрастом от 6 до 12 лет Темой фестиваля в этом году стала небесная ярмарка Как говорили в летучем галактике Земля, прошай, так и мы Повлетели! В программу вошли музыкальные, литературные и театральные представления Дети разыгрывали сценки, пели, танцевали и рассказывали стихи За 15 лет существования фестиваля полюбили как унгурские дети, так и взрослые Ведь так приятно смотреть на талантливое подрастающее поколение Прикоснуться к древнему церковному искусству может каждый Мало кто знает, но уже 12 лет в нашем городе работает и развивается Школа-студия иконописи добротолюбия К слову, аналогичных проектов, где дети из обычных семей, дети-сироты и дети-инвалиды Бесплатно могут научиться иконописи в России нет О том, чем сегодня живет школа, узнавала Дарья Гребнева Вот уже 9 лет, несколько раз в неделю Марина Поздеева приходит сюда, в школу иконописи добротолюбия Говорит, за это время сумела освоить технику написания икон Сейчас осваивает мастерство их реставрации На сегодняшний день она одна из самых опытных учеников школы Для нее занятия стали призванием Иконопись это очень, это во-первых живопись в таком своем настоящем проявлении Это очень интересная техника живописи И это все-таки связано с нашей церковью Я человек верующий И принести пользу и своей церкви И как бы послужить тому, чтобы сохраняли все традиции нашего народа Вот, это такой важный для меня фактор В основном в школе иконописи занимаются дети Самому младшему ученику всего 5 лет Понятно, что ребята такого возраста не сразу начинают писать иконы Для начала преподаватели обучают их лепки и азам обычного рисования Лишь после этого их посвящают в тонкости церковного искусства Самое главное, трудолюбивым быть Можно научиться всем, даже вас могу научить иконы писать Потому что икона пишется по канону, по правилам По определенным И эти правила даже детям доступны Процесс написания иконы может занимать несколько месяцев Все начинается с создания деревянной основы Для этого в школе используют доски липы На поверхность наклеивается специальная ткань паволока Ее грунтуют смесью, в составе которой вода, желатин и мел Ученики делают все точно так же, как и много веков назад Все под чутким руководством преподавателей Большая часть работ и юных мастеров остается в школе На стенах можно видеть огромное количество икон Всего их более трехсот Но есть и такие иконы, которые отправляются в храмы Старшие ребята на заказ пишут в храм В Кольском храме у нас есть большая одна работа В Сергея Ратонежского В Перми несколько работ В Оссе В Чернушке несколько работ Уже 12 лет дети в этой школе занимаются абсолютно бесплатно Заведение работает благодаря средствам, выигранных в социальных проектах, конкурсах и грантах Одним из последних достижений стала победа в международном конкурсе православной инициативы Школа стала единственной в прикаме, кому удалось достичь такого высокого результата В планах открытие гончарной мастерской Продолжение работы с детьми из ортопедического и онкологического отделения краевой поликлиники Одним словом, школа-студия иконописи добротолюбия живет и развивается Дарья Гребнева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания Кунгур Межпраздничная рабочая неделя будет пасмурной и дождливой Сегодня 6 мая уже шел дождь Температура воздуха днем была около 15 градусов тепла Завтра ожидается пасмурная погода и похолодание В ночное время суток до минус 2 градусов Праздничный день 9 мая по прогнозам синоптиков осадков ждать не стоит А вот в конце недели в Кунгур вновь придут дожди Далее смотрите прогноз погоды и рубрику «Если завтра ремонт» Если у вас есть интересные новости, звоните 2-34-13 Или оставляйте их на нашем сайте www.trk.kungur.ru Всего доброго и до свидания Поздравляю Кунгур с юбилеем Кунгур, ты милый сердцу град Тебе желаю процветания Всего самого доброго Пусть все будет хорошо За 350 лет как прожили Еще сколько бы простоял он И еще молодел и хорошел Поздравляю всех жителей Кунгура С Пасхой, с Христовой И с праздником 350 лет Всем желаю счастья, здоровья Чтоб берегли свой город родной Коллектив компании «Сарко» поздравляет ветеранов и участников Великой Отечественной войны Тружеников Телла с Днем Победы Пусть согласия и благополучия будут в каждом доме От чистого сердца желаем вам благополучия, здоровья и счастливого долголетия С праздником Победы, низкий вам поклон Коллектив магазина «Газ, детали, машин» поздравляет ветеранов и участников Великой Отечественной войны Тружеников Телла с Днем Победы Ветераны, наденьте свои ордена Позабудьте про раны и беды Вас с поклоном земным поздравляет страна С Днем Великой и Славной Победы Спасибо, милые родные Нас, защищавшие тогда и отстоявшие Россию ценою ратного труда Металл нам, деньги вам Компания «Вторчернет» закупает лом черных металлов по предельно высоким ценам Телефон 66994 Принеси себе сверхдоход Окна для каждого Специальная социальная акция от компании «Роста» И крупнейшего завода-изготовителя металлопластиковых окон на Урале Уже сейчас окна могут вставить все Невероятно доступные цены Окна напрямую с завода по оптовой цене Вставляйте домами Приезжайте семьями Компания «Роста» Улица Степана Разина, 34 Здание элеватора Магазин «Автолиган» Доставляет запчасти для иномарок Срок от одного дня Для всех вековых автомобилей Расходные материалы всегда в наличии Магазин «Автолиган» Улица Строителей, 8 Поселок Машзавода Весна Новая коллекция обуви в сети отделов Любимая женская обувь В новом модельном ряде Представлены закрытые тупли Тупли на низком капуке И на элегантной шпильке Удобные макосины и балетки А также стильные и качественные Суки на любой вкус Любимая женская обувь В магазинах «Набережный», «Каблучок» и торговый центр «Ири» Последние события спорта «Кунгура» в рубрике «На старт» Каждый вторник в программе «Город новостей» Генеральный спонсор прогноза погоды Магазин «Центра строй» Внимание! Грандиозная распродажа ламината Со скидкой до 20% Прогноз погоды представляет Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» Фонд с 20-летней историей Какой бы ни была погода за окном В наших квартирах всегда тепло и уютно Квартиры в новом доме по улице Свободы, 130 Во вторник, 7 мая, в Кунгуре ожидается пасмурно, небольшой дождь Температура воздуха ночью плюс 7 Днем ожидается до 4 градусов выше 0 Атмосферное давление 747 мм артутного столба Ветер северный 6 метров в секунду Генеральный спонсор рубрики «Если завтра ремонт» Это компания «Сарко» Весь апрель скидка на краску «Лакра» 4% Наряду с хорошо знакомыми всем нам чугунными радиаторами отопления Сейчас на рынке появились и другие варианты отопительных приборов Всем здравствуйте! С вами Дмитрий Язов и программа «Если завтра ремонт» Сегодня разговор пойдет о панельных радиаторах Панельные радиаторы составляют довольно внушительную группу на российском рынке Встречается целый ряд похожих по эстетическому оформлению И близких с по своим технико-экономическим характеристикам марок Среди них есть приборы как отечественное производство, так и зарубежные аналоги Из всего многообразия представленных на рынке моделей Наибольшей популярностью пользуются радиаторы высотой 60 см Так как они наилучшим образом вписываются в привычные для отопительных приборов места под подоконником Хотя при желании их можно устанавливать не только под окном Уж больно они хороши и красивы Конструкция таких радиаторов обеспечивает хорошее распределение теплого воздушного потока И позволяет избежать скопления пыли на стене и на самом радиаторе Это играет немаловажную роль для хозяек и, конечно же, хозяев Стальные панельные радиаторы рассчитаны на рабочее давление до 10 атмосфер И температуру до 150 градусов Поверьте мне, это немало Да что я вам рассказываю, у нас в теплосетях такой температуры не будет никогда Выпускают радиаторы двух типов С вертикальными каналами между панелями И с горизонтальными каналами между панелями По мнению специалистов, такие радиаторы являются самыми экономичными и привлекательными с эстетической точки зрения Двойное эмалированное покрытие обеспечивает максимальную стойкость краски Комфортабельные и изящные конструкции подобных термосистем Прекрасно вписываются в любой, даже самый неординарный интерьер Вы спросите, а как цветов? Отвечаю, в заводской окраске используется широкая гамма цветов В том числе и хром, аттрацит и, конечно же, золото Стальные панельные радиаторы получают все большее распространение Отчасти это связано с их большей эстетической привлекательностью, чем у российских чугунных собратьев Тем более, что их потребительские качества принципы близки Это была программа «Если завтра ремонт» и Дмитрий Язов Удачного вам ремонта! Рекламный партнер рубрики «Если завтра ремонт» Надежная компания «Уралстройсервис» Опыт работы 13 лет, предусмотрены сезонные скидки Куплю лодку-казанку Телефон 8902-886-11 Продам дом за иренью от собственника 6 сотых земли, баня, крытая ограда Телефон 8-919-47-90-263 Администрации города Кунгура на срочный трудовой договор требуется юрист Требования Высшее юридическое образование Наличие стажа государственной или муниципальной службы не менее одного года Или стажа работы по специальности не менее двух лет Резюме принимается в кадровую службу администрации города Кунгура Телефон для справок 2-4283 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин